Уважаемые гости компании Кодервайн. Приветствую вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена закрытию года ну и соответственно тому что нужно проверить для того чтобы закрытие произошло корректно и не возникли потом претензии или ошибки вы видите на экране наши контактные данные то есть электронная почта телефоны телеграм-контакты и адрес сайта если например по какой-то причине вам оказалось неудобным время проведения нашей встречи или вы не смогли досмотреть до конца то немного позже вы можете вернуться на сайт мы выкладываем записи вебинаров и вы можете посмотреть и эту нашу встречу возможно еще другие какие-то заинтересуют вас тема вести сегодняшнюю встречу буду я консультант аналитика Динес Гардышева Галина и программа вебинара вы видите на экране сегодня у нас будет состоять вот из таких пунктов то есть при закрытии года мы должны будем выполнить не только чисто технические мероприятия например закрыть месяц проверить закрытие счетов по которым не должно быть остатков нам будет требоваться еще также и некоторые другие действия административного порядка и управленческие ну то об этом мы сегодня не поговорим то есть мы поговорим про учетную правополитику по про проверку документов но чаще всего ошибки возникают в основном в учете основных средств мы про это поговорим и нематериальных активов ну и дальше про регистры и проверки которые у нас предусмотрены проходить наш вебинар будет таким образом нормативную информацию так сказать ссылки на законодательные документы так далее мы с вами будем смотреть по слайдикам как сейчас и будем переключаться на демо версию 1s erp и будем смотреть уже так сказать на местности то о чем мы поговорили с вами теоретически когда смотрели слайды еще хочу обратить ваше внимание вот на какой момент поскольку как вы знаете и в прошлом году было принято очень много разных законодательных изменений то есть соответственно выходили новые релизы конфигураций и новые формы отчетов и то же самое продолжается в этом году то есть сейчас когда мы начинаем сдавать годовую отчетность проверьте актуальность релиза на котором вы работаете потому что в предыдущих релизах естественно не содержалось и образцов регламентных документов которые мы должны сейчас сдавать и исправлялись ошибки ну то есть проходила тоже достаточно напряженная работа мы с вами будем смотреть сегодня на релизе то есть посмотреть какой релиз у вас установлен вы можете вот по такой пиктограммке она имеется на всех конфигурациях и на бухгалтерии и на ERP и на зарплате немножко по другому то есть вот по такой пиктограммке мы можем пройти и вот такая пиктограмма и с точечкой в окружности то есть информация о программе мы с вами получаем сведения во первых про платформу на какую установлена наша какая платформа у вашей конфигурации и второе какая конфигурация используется мы будем смотреть с вами на 15 релизе то есть 2.5.15 это практически один из самых последних он был принят 23 января так что это самый как бы актуальный релиз и небольшие расхождения например где что находится но могут быть потому что исправлялись и ошибки и дорабатывалась программа так что обратите на это внимание и так мы сейчас с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам чуть-чуть вот так опущем чтобы мы могли переключаться и поговорим сначала про законодательную базу вопрос у нас конечно сегодня очень интересный потому что несмотря на то что очень много пишут во всех информационных на всех информационных ресурсах подготовка к закрытию года подготовка отчетности и так далее на самом деле каких-то установленных регламентов или каких-то алгоритмов к сожалению не существует то есть на вопрос что проверить перед сдачей отчетности к сожалению одним словом там смотри какие-то правила или смотри такое-то положение на данный момент у нас ответить невозможно но тем не менее в общем-то набор таких действий существует зависит в основном он конечно от опыта вашего главного бухгалтера или бухгалтера смотря как организована у вас бухгалтерская служба и собственно говоря от правильности ввода первичных документов и естественно мы об этом сегодня поговорим потому что в противном случае вам придется соблюдать совершенно конкретный документ 22 пбл который еще действует исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности как я уже сказала это пбл оно еще действующее то есть его еще на фсбл не заменили и мы должны будем придерживаться правил которые в нем декларируются и как вносим исправление ошибки например которые мы обнаруживаем и так перед закрытием года ну пожалуй самый основной документ который нам нужно с вами проверить это ну во первых это учетная политика во вторых нужно проверить правильность проведения документов нет ли пропущенных везде ли соблюдаются определенные алгоритмы то есть это мы можем сделать так сказать используя инструменты самой программы то есть самой одинэски но начинаем мы соответственно с учетной политики напомню что учетная политика если мы с вами работаем в ерпи есть такая особенность то есть мы можем сделать одну учетную политику например если у нас есть несколько предприятий которые применяют общую систему налогообложения можем создать одну учетную политику и эту учетную политику выбрать для нескольких наших юрлиц бухгалтерии или реализована эта система немножко по другому там для каждого юридического лица делается индивидуально своя учетная политика и если например у вас не происходило никаких таких знаковых ключевых изменений в учетной политике то соответственно учетная политика может использоваться та же которая использовалась например в прошлом году мы можем создать приказ по которому действие учетной политики распространяется на текущий год напомню что этот приказ должен быть датирован последними днями прошлого года в этом случае учетная политика начинает свое действие с января текущего периода если вы например составите учетную политику и приказ о ее применении первым января то вот в этом случае у вас будет ошибка и ваша учетная политика будет действительно только со следующего года только с первого января уже например 25 года это нужно нужно помнить и про это не нужно забывать ну и соответственно после того как мы с вами проверим учетную политику мы с вами должны будем обратить внимание на те разделы где к сожалению чаще всего встречаются ошибки ну во первых потому что были приняты новые законодательные нормативы акты ну а во вторых потому что сами разделы по себе достаточно сложные трудоемкие и так мы сейчас с вами переключимся на демо базу и поговорим для начала про учетную политику на основные средства нематериальные активы мы переключимся немножко позже но сейчас мы с вами возвращаемся к нашей демо базе и соответственно нам нужно с вами посмотреть учетную политику напомню что для того чтобы ее посмотреть нам надо открыть карточку юридического лица мы ее находим через раздел инсей и администрирование и вот видите здесь у нас есть подраздел инсей то есть нормативно справочная информация и здесь раздел организация то есть мы попадаем в список наших юридических лиц на самом деле и все зависит от того как вы работаете то есть я при первоначальных настройках задавала что у меня будет мультифирменный учет то есть я буду вести несколько юридических лиц естественно если у вас одно юридическое лицо то вы можете такую функцию не включать а у вас будет в списке только одна компания одно юридическое лицо ну вот например возьмем андроменда мы с вами сейчас попали в карточку юридического лица и интересовать нас будет закладка учетная политика и налоги и зарплата и кадры почему зарплата и кадры потому что здесь у нас активируется еще несколько функций которые обязательно нужно в этом году учитывать и естественно обязательно проверить это больше относится к административным шагам не к техническим бухгалтерским например но тем не менее поскольку мы переключились на карточку предприятия хочу сразу немножечко отвлечь ваше внимание на такую тему то есть сопровождение программы происходит при наличии действующей подписки и тс информационно-технологическое сопровождение она может быть двух видов то есть и тс техно и и тс проф и в зависимости от того какая у вас подписка зависит какими функциями вы можете воспользоваться бесплатно какими сервисами только за деньги и соответственно один из сервисов это проверка контрагентов почему на этом останавливаюсь потому что на закладочке общая информация у нас с вами есть сведения которые заполняются по регистрационным данным то есть ваши и н н кпп коды и так далее то есть один из сервисов это проверка контрагента и собственно говоря когда мы используем этот этот сервис то мы можем ввести только и н н и после этого нам будет доступна вот такая пиктограммка то есть стрелочка в этом случае программа сама из административных ресурсов выбирает все регистрационные сведения допустим из игры из и грипп и так далее и проставляет дальше в карточке все эти данные это очень удобно почему потому что в этом случае все данные заведомо правильные то есть никаких ошибок в названии кодах название должности у вас не будет то есть вы в этом случае будьте спокойны что на тему возникновения дублей можно не беспокоиться если у вас подписка это с проф то такая функция у вас будет такой сервис у вас будет бесплатный если у вас и тс техно то за такой сервис нужно будет доплачивать ну доплачивать сумма вполне себе дружественно потому что на год это будет стоить порядка 4 800 если разделить помесячно то согласитесь не такая уж крупная сумма а облегчение она доставляет достаточно осуществимое особенно для бухгалтеров то есть во первых они уверены что правильно внесены все данные во вторых экономится время на заполнении карточек контрагентов и еще один момент то есть вот видите у меня закладка адреса и телефона совершенно нахально пропущена вся информация да программа будет работать на при таком заполнении то есть достаточно того что я ввела и ннкпп но как вы понимаете в этом случае у меня и счета фактуры будут формироваться без учета этих данных и все такое и соответственно если я буду делать например счета фактуры или упд то мне нужно будет недостающую информацию убивать ручками в режиме ручного редактирования а это вы понимаете замедляет поиск летящий коммунизма поэтому обратите внимание что когда вы заполняете какие-то карточки особенно карточки контрагентов или бухгал или каких-то например банковских счетов нужно заполнять максимально подробно все что вы видите желательно сразу заполнять по ходу пьесы ну и естественно как вы видите если у нас не используется то соответственно и в отчетах этих данных не будет поэтому если вы сторонник напрасного труда можете все это пропустить и загладочка учетная политика до которой мы добрались наконец это и именно применение учетной политики которая у вас уже создана и может использоваться какими-то другими предприятиями ну естественно система налогообложения у нас может быть либо общая либо упрощенная сейчас как вы знаете автоматизированная упрощенка уже вводится в обиход в пилотных регионах но если у нас все хорошо то я вот например выбираю что у меня общая система у этого юрлица и как вы видите здесь у меня сразу изменяется отображение и также абсолютно я действую захожу в учетные политики по разделам и изменяю через ссылку изменяю сведения на что обратить внимание допустим учетная политика финансового учета учет дисконтированной кредиторской задолженности поставщика мы обязательно ставим птичку вот такую красивую зеленую отмечку которая называется чекбокс ну и соответственно если возникает изменение в интерфейсе и возникает вот такое вот красное подчеркивание то это значит что данное поле обязательным заполнением поэтому ну во первых проверяйте что у вас отмечено что не отмечено во вторых видите вот такие точки это в основном активация определенных разделов то есть по стандартам международного учета по ПБУ 6 и 14 вот ничего подобного ну вот сюда вот вы конечно можете поставить отметочку но в этом случае надо учитывать что это значит что вы будете работать в предыдущих периодах потому что ПБУ 6 у нас уже отменено и вместо него действует ФСБУ новое и 14 точно так же у нас уже ФСБУ 14 которое обязательно к применению то есть когда вы заполняете какие-то вот такие параметры нужно обязательно смотреть и очень внимательно читать что же мы отметили и что у нас на самом деле будет применяться и соответственно если вы ставите что предусмотрено создание резервов в вашем организации то вы отмечаете ставите здесь чекбокс отмечку и выбираете дополнительную аналитику которая в этом случае появляется напомню что в ERP у нас с вами есть несколько видов учета то есть у нас есть бухгалтерский учет есть налоговый учет есть оперативный учет и управленческий учет то есть соответственно нас в первую очередь интересует в разрезе сдачи отчетности и закрытия года естественно нас интересует бухгалтерский учет налоговый учет ну и опер учет куда ты от этого денешься тоже на него мы должны будем обращать внимание управленческий учет если у вас ведется то конечно да тоже как вы знаете ну естественно настройки бухгалтерского и налогового учета могут быть разными то есть мы обязательно должны сюда зайти посмотреть что у нас здесь есть и после этого уже двигаться дальше по учету налога на прибыль как вы видите достаточно много здесь есть чего посмотреть и чего отметить но на что обратить внимание ну во первых на амортизацию потому что у нас уже ФСБУ по амортизации принято ну чаще всего конечно линейный метод используется применяете ли вы свое ERP при расчете заработной платы то есть может быть вы ведете в другой конфигурации например зарплате управления персоналом в этом случае вы сюда уже можете переносить свернутый результат расчетов ну то есть свернутая сальдо и обратите внимание еще на один момент курсовые разницы то есть понятно что здесь вы все почитаете все отметите соответственно соответственно вашим бизнес процессом но курсовые разницы на них обратите внимание потому что несмотря на то что в общем то в этом деле ничего нового почему-то вызывает затруднения и вот такая вот такой вопросительный знак это контекстная справка то есть вы можете ее естественно использовать если засомневались а что же это такое ну и после того как мы прошлись по настройкам сейчас один момент вот так сделаем ну то есть естественно вы прошлись по настройкам поставить записать и закрыть это мы с вами настроили в программе нашу учетную политику но кроме того что мы с вами сделали настройки в программе то есть посмотрели и то что у нас по НДС вот очень важный момент по НДС обязательно нужно пройтись и посмотреть потому что хороший сервис помощник по НДС у нас с вами есть ну естественно если общий режим то он предполагает что вы являетесь плательщиками НДС если у вас упрощенка то конечно вам жить круще но тем не менее посмотреть это тоже надо а касательно алгоритма то есть ритуал так сказать учетной политики в этом смысле у нас ничего не изменилось учетную политику мы с вами можем сделать как целиком то есть создать новую так и сделать дополнение к учетной политике если я по какой-то причине не хочу полностью ее менять в этом случае я могу ввести в действие приказом дополнение к существующей учетной политике и собственно говоря к приказу остались требования те же самые то есть он должен быть заверен подписью руководителя и печатью организации и дата этого приказа должно быть последние дни предыдущего года то есть например там 30 31 декабря и так далее и дальше нас интересует с вами как я уже говорила закладочка зарплата и кадры почему она нас интересует а потому что здесь есть один момент который мы обязательно должны проверить перед закрытием года ну то есть понятно что районные коэффициенты если применяется то я должна сюда зайти и проставить отметочки что по районному коэффициенту какой конкретно коэффициент и так далее ну то есть запомнить сведения про территориальные особенности в организации кадровые настройки то же самое я ввожу сюда если они требуются бух учет зарплаты то есть здесь я задаю гсу то есть и группе финансового учета то есть это проводки которые у меня будут касаться зарплаты но например отнесение на двадцатый счет на двадцать пятый двадцать шестой или сорок четвертый это зависит от того как какой бизнес процесс у вас и к чему относятся зарплата конкретных работников может быть они только производственные или например торговые а вот на что мы вообще обязательно должны обратить внимание это на воинский учет обратите внимание что сейчас у меня здесь на закладке кадры про воинский учет ничего не сказано то есть у меня был учет оценочное обязательство ну изменить как видите здесь тоже про воинский учет ничего не написано почему потому что это у нас дополнительно активируемые функциональные опции и чтобы они заработали мне надо дополнительно сделать настройки примерно такой же алгоритм по воинскому учету действует и в бухгалтерии например и в зубе в зарплате управления персоналом единственная тонкость у там просто немножко другое расположение то есть функция такая есть немножко по-другому скомпонованные пункты для того чтобы активировать воинский учет мы с вами переходим в раздел инсы и администрирование на закладку кадры и вот здесь как вы видите у нас очень много дополнительных пунктов которые надо посмотреть и если вы их используете то соответственно сделать отметочку не забыть про штатное расписание то штатное расписание у вас тоже должно быть настроено на следующий год и соответственно если вы ведете учет заработной платы и кадров в этой конфигурации и если мы спускаемся немножко дальше вот у нас воинский учет то есть соответственно я должна просто вот здесь вот отметочку что воинский учет у меня ведется вот такая симпатичная птичка мне добавляет один вид регламентированного отчета для военкомата а если я хочу использовать еще бронирование то есть например у меня могут быть сплошь одни айтишники в компании которые все имеют льготы по мобилизации или по каким-то другим критериям то я должна поставить естественно вот здесь отметочку тоже и в этом случае эта отметочка добавляет мне еще два регламентированных отчета которые я должна буду давать тоже военкомат но немножко другой периодичностью вот после того как я проставила вот эти вот флажки так после того как мы проставили эти отметочки у нас в подразделах кадры и зарплата появились разделы воинский учет и на закладочке где мы с вами были то осенцы администрирование мы с вами заходили в карточку нашего предприятия и смотрели закладочку воинский учет вот так вот делаем то есть снова возвращаемся эту я закрываю чтобы она не мешалась и значит мы с вами возвращаемся в закладочку воинский учет и уже должны будем сейчас сдвинем вот так вот записать и закрыть и например вот снова я открываю закладочку андромеда и как вы видите на закладочке кадровые зарплаты кадры у меня появился раздел воинский учет то есть я соответственно должна зайти в этот воинский учет и уже заполнить сведения которые у меня будут действовать на следующий год то есть соответственно если я не поленилась и заполнила справочники должностей и все остальное то есть у меня будет на самом деле почему я на воинском учете делаю акцент потому что как вы знаете у нас сейчас большое внимание уделяется именно воинскому учету организации воинского учета у нас очень сильно увеличились штрафы то есть если вы не ведете или ведете неправильно воинский учет или не сдаете отчетность или сдаете с нарушением сроков то штрафы до 400 тысяч рублей и плюс к этому у нас сейчас электронные повестки например военкомат и так далее и соответственно если вы что-то из этого пропустили например не передали информацию о том что военкомат вызывает вашего сотрудника или что-то еще то вы попадаете именно под эти новые увеличенные штрафы поэтому лучше потратить немножко времени то есть практически 10 минут поставить отметочку через НСИИ и потом заполнить сведения то есть как вы видите сведений здесь немного сейчас мы закроем записать и закрыть да мы хотим это все сохранить для того чтобы можно было посмотреть вот разделе кадры как видите вот он раздел нашего воинского учета он появился и в разделе кадры вот и в разделе соответственно начислений каких-то ну других которые мы с вами будем вести здесь на что надо обратить внимание что многие территориальные подразделения то есть военкоматы например каких-то отдельных областях или регионах могут иметь свои отчетные формы то есть не унифицированные и поскольку мы отчитываемся по камести военкоматы документооборот у нас с ними не электроны то нужно заботиться тем чтобы уточнить на как на каких бланках вы должны подавать сведения ну и соответственно сроки подачи сведений у нас тоже как вы знаете изменились если мы например подаем сведения о кадровых мероприятиях в объединенный социальный фонд россии на следующий день то воинский учет тоже изменил сроки раньше мы подавали в течение двух недель сейчас этот срок сократили до пяти дней так это то что касается настроек и того что нужно проверить при работе с учетными политиками я не беру настройки которые технические так сказать сопровождают технические мероприятия то есть настройка например штатного расписания настройка графиков и так далее на что обязательно нужно обратить дополнительное внимание то есть это мы с вами поговорили про учетную политику которая должна быть проверена и откорректирована на 2024 год кроме этого вам нужно уделить внимание обязательно местным локальным актам то есть что это такое это положение об оплате труда положение о примировании правила внутреннего трудового распорядка то есть местные локальные акты которые в общем-то сопровождают регламентируют работу с сотрудниками с начислениями заработной платы премии и так далее ну то есть почему им надо уделять внимание потому что у нас были изменения и по срокам и по как бы составу этих документов то есть это надо все привести в соответствие с требованием уже этого года к сожалению мы не сможем более подробно поговорить о требовании к аттестации рабочих мест но если вы взялись редактировать например местные локальные акты положения об оплате труда и примирования то вы в любом случае должны будете затронуть этот вопрос потому что эти документы должны корреспондировать друг с другом снова возвращаемся к нашим слайдикам и на что хочу обратить внимание сейчас то есть это у нас с вами мы говорили про учетную политику и про то что нам нужно проверить и привести в соответствие до закрытия года то есть это так сказать административные мероприятия теперь что у нас касается ошибок которые чаще всего всплывают при закрытии года при закрытии года у нас в общем то возникают самые часто возникающие ошибки это в первичных документах и как я уже говорила это у нас по основным средствам и по нематериальным активам ну первое что нужно сделать это все ли объекты у нас приняты к учету то есть в двух учете это у нас с вами 0 8 счет то есть мы проверяем 0 8 счет переведен ли все ли с 0 8 счета переведено на 0 1 и соответственно какие параметры ввода в эксплуатацию у нас были с вами использованы то есть соответственно прописаны ли все события и опять же административные действия обратите на это внимание то есть ввод в эксплуатацию перевод с 0 8 на 0 1 счет обязательно в обязательном порядке у вас должен сопровождаться актом и у этого акта должны быть подписи то есть соответственно подпись руководителя о том что документ вводит в эксплуатацию какое-то основное средство и бухгалтерии либо главного бухгалтера либо бухгалтера по основным средствам о том что средство введено в эксплуатацию карточка учета такая то ну то есть заполнено все заверено печатью и подписью потому что достаточно часто бывает что эти документы либо недооформлены либо бухгалтер составил а по какой-то причине руководитель не подписал или еще что-то приключилось то есть не хватает подписи официальных руководителей или какой-то другой информации почему на это обращаю внимание потому что как вы знаете у нас сейчас действует шестое и двадцать шестое ФСБУ это то что регулирует работу с основными средствами и поскольку с основными средствами у нас сейчас изменились критерии то есть если раньше была стоимость основного средства по которому оно либо относилось к основным средствам либо к материалам то сейчас стоимость нового выражения нету но должно должны быть другие показатели то есть срок службы не менее 12 месяцев и так далее и соответственно в конце года надо проверить было ли выбытия основных средств определены ли ликвидационная стоимость справедливая стоимость то есть проверить все соответствия новым документам та же история у нас касается нематериальных активов то есть соответственно мы должны проверить все соответствия новым требованиям 14 ФСБУ и в этом случае то есть здесь каких-то отдельных именно технических действий предпринимайте не обязательно потому что если мы все правильно запомнили все своевременно отразили в документах то программа корректно сформирует ну документы закрытия года и соответственно всю рекламентированную отчетность теперь еще один момент про аудит как вы знаете тоже были изменения то есть во первых ну вы помните что у нас есть обязательный аудит и под него попадают предприятия с определенными показателями и есть добровольный аудит то есть соответственно под обязательный аудит напомню у нас попадают предприятия с доходом свыше 800 миллионов рублей или по активам баланса свыше 400 миллионов рублей это сумма активов баланса либо соответственно по стоимости основных средств список тех кто попадает под обязательный аудит у нас большой мы его не будем подробно рассматривать я только обращаю ваше внимание на ссылочку это у нас есть 307 фезы закон об аудиторской деятельности там вы можете поподробнее посмотреть по каким критериям под обязательный аудит попали вы например или не попали ну очень часто годовой аудит заказывают собственники чтобы проверить работу своих работников своих руководителей и так далее здесь в общем-то к сожалению стоимость этой процедуры достаточно дорогостоящая но если у вас например обязательно аудит то у вас сейчас самое горячее время потому что сейчас аудиторы как раз проверяют закрытие года если у вас не обязательно аудит добровольный то в этом случае можно договариваться что например они у вас проверили 9 месяцев потом в октябре потом к марту либо к апрелю проверяют последний квартал то есть чтобы разнести по времени эти процедуры напомнить хочу еще такой момент что у нас в этом году в 23 году начали действовать новую фсбу и соответственно отчетность которую мы составляем по итогам года у нас уже должна быть сделана с учетом этих фсбу как я уже сказала шестое и двадцать шестое фсбу это фсбу которые регулируют основные средства к обложению фсбу 5 2019 это запасы то есть это практически все наши темпцы то есть материалы и вспомогательные какие-то средства и так далее оно начало действовать уже достаточно давно на год раньше чем шестое и двадцать шестое поэтому к нему уже в общем-то привыкли но обратите внимание на него потому что затрагиваются прослеживаемые товары то есть при работе с пятым фсбу у нас затрагиваются прослеживаемые товары это более новая тема скажем так в учете и проверьте чтобы у вас были все настройки выставлены следующее фсбу 25 это по учету аренды то есть здесь у нас с вами вводится это понятие ппа то есть право пользования активом и фсбу 27 документы и документооборода в бухгалтерском учете вот это как бы тоже важно потому что у нас есть обязательные некоторые требования что например в прошлом году у нас с вами введена электронный документооборот по транспортным услугам ну и дополнительно какие-то другие мероприятия с чем вы конкретно работаете то есть по вашим бизнес-процессам нужно или нет сделать какие-то дополнительные настройки ну и собственно говоря как я уже говорила 14 фсбу у нас в этом году 23 году была добровольная в этом году это уже будет обязательное требование и фсбу 28 то есть инвентаризация вот 28 фсбу очень интересный документ потому что де-факто ничего особо нового откровения божих оно не содержит оно просто собрало в себе аккумулировало все требования которые являлись и раньше конвентаризации то есть просто систематизирована работа с документами сопровождающими процесс инвентаризации еще немножко нормативных сведений сейчас мы с вами поговорим вот о чем то есть у нас фсбу которые мы сейчас только что с вами смотрели применяются как вы видите вот по этой табличке 5 фсбу 21 года 6 и 26 с 22 года 25 бухгалтерский учет тоже 22 года и про документооборот 22 года а вот фсбу 14 и 28 у нас с вами перспективно то есть сейчас мы можем это добровольно принимать вот если вы добровольно принимаете применение то это обязательно нужно отметить учетной политики то есть включить что с например с 1 января принято досрочное применение вот этих вот фсбу здесь есть еще один момент на который нужно обратить внимание то есть 5 фсбу который у нас регулирует работу с запасами то есть в основном с тмц у нас не учитывает период то есть период расчетов по 5 фсбу может быть месяц квартал полугодия то есть вот эту вот периодичность мы должны тоже с вами в учетной политике закрепить и для запасов то есть по 5 фсбу у нас появился новый вид проверки это оценка резерва под обесценение материальных ценностей мы его должны сделать с вами в конце года перед составлением бухгалтерской отчетности здесь уже конкретно указан срок последний календарный обратите внимание календарный день периода за который формируется бухгалтерская отчетность при этом мы должны с вами указать отдельно устаревшие полностью или частично потерявшие свои первоначальные качества и те кто те которые основательно подешевели то есть рыночная стоимость стала дешевле или их например невозможно или трудно продать соответственно об этом тоже нужно позаботиться и составить такие документы еще требуется учесть такой момент что в двадцать третьем году согласно пятому фсбу учет запасов ведется по фактической себестоимости это у нас с вами регулирует пункт девятый и собственно говоря по всем запасам кроме незавершенки в такую стоимость входят фактические затраты на приобретение создание доведения до готовности так далее и соответственно вот здесь у нас в том числе увеличение уставного капитала или безвозмездное получение имущества от учредителя вот это пункт который применяется не часто но тем не менее обратите на него внимание что если у вас это присутствует то уже должно быть прописано а теперь слайдик посмотрим где у нас с вами отражено собственно то место куда мы с вами уже ходили и закладочка учетная политика и налоги то есть на самом деле вот так вот снова мы вернемся сюда на самом деле мы с вами здесь уже все достаточно подробно посмотрели и что мы очень внимательно заполняем учетную политику и то что мы очень внимательно заполняем зарплату кадры проверяем воинский учет если необходимо активизируем функцию через администрирование функцию по ведению воинского учета ну и соответственно что мы все вот эти наши телодвижения сопровождаем документами то бишь сама учетная политика либо изменения к учетной политике который утверждаем приказом приказ должен быть подписан руководителем то есть например генеральным директором и доверен печатью соответственно приказ должен быть датирован последними днями прошлого года и сейчас мы с вами поговорим немножко о другом значит я перехожу к следующему слайдику и вот на что обращаю ваше внимание что согласно пятому фсбу вы имеете право принять решение и прописать это в учетной политике что вы можете не применять стандарт в отношении запасов которые предназначены для управленческих нужд и соответственно это тоже должно быть прописано в учетной политике как видите мы с вами все время обращаемся к учетной политике и соответственно проверяем то есть это не то что технически вы должны чего-то изменить в настройках это то что в общем-то административные действия которые вы должны сделать на бумаге и только после этого подтвердить их настройками или изменениями настроек которые вы делаете в самой конфигурации еще обратите внимание вот на что что когда вы работаете с фсбу 6 и 26 то есть основными средствами может быть часто встречается в качестве ошибок некорректная классификация затрат на обеспечение работы то есть это и стоимость ремонтов и то есть вот здесь вот именно на классификатор нужно обратить внимание как вы видите здесь я даю вы выдержку из письма минфина письмо в общем-то достаточно уже по нынешним меркам старая то есть это январь 22 года то есть это фактически два года назад и здесь минфин дает рекомендации для аудиторов то есть для аудиторов нужно обращать внимание на график профилактических работ и согласно нему согласно ему собственно говоря техническое обслуживание плановые ремонты и так далее и обратить внимание на то что такие работы признаются сам сам самостоятельными инвентарными объектами видите выделено жирным шрифтом ссылочка на пункт 10 шестов фейсбол ну это в общем то у нас на этом скажем так регламентная операция мы закончим и поговорим еще про один пункт то есть после того как мы проверили административные мероприятия технически проверили что у нас все согласовано подписано утверждено мы можем переходить к проверке бухгалтерских регистров то есть при закрытии года собственно говоря вот здесь от бухгалтера требуется минимальное действие потому что закрытие периода что квартала что месяца в программе автоматизировано и в общем то очень комфортно ну во всяком случае по сравнению с предыдущими версиями в ERP это сделано очень комфортно и основных в общем то затрат времени и энергии от бухгалтер не подразумевает ну бухгалтерские регистры которые в этом случае нам по любому нужно просмотреть это главная книга ну естественно оборотно сальдовая ведомость сейчас мы с вами переключимся снова на нашу демо базу и у нас с вами есть два раздела то есть финансовые результаты контролинг и регламентированный учет в разделе регламентированный учет у нас с вами есть два раздела где собственно у нас эти регистры мы можем посмотреть ну во первых это стандартные бухгалтерские отчеты вот здесь как раз наша главная книга вот как вы видите перейти по ссылке у нас с вами сформируется отчет по главной книге и здесь у нас оборотно сальдовая ведомость общая оборотно сальдовая по счету то есть основные как бы сведения мы берем из этих регистров и здесь нас интересует только один момент ну главная книга это понятно вот допустим деловой союз я выбрала пусть он у меня будет жертвой над которым мы сейчас поидеваемся то есть вот у меня формируется оборотно сальдовая ведомость и я проверяю чтобы у меня не оставалось остатков по счетам которые должны быть закрыты к концу периода то есть это у нас затратные счета в первую очередь двадцать шестой и так далее то есть вот смотрите у меня сейчас на мой взгляд неудобная форма на экране то есть естественно все бухгалтерские отчеты у нас имеют вот такую клавишу показать настройки и во первых я ставлю отметку по субсчетам потому что свернутые затратные счета ну скажем так не информативный плюс например 0 8 счет там тоже большое значение имеют субсчета и 0 1 и так далее то есть я ставлю отметку что я хочу видеть по субсчетам а дальше дополнительные поля я ставлю выводить наименование счета потому что ну как бы не все бухгалтера к сожалению свободно оперируют только цифрами некоторым необходимо еще и наименование счета ну пока вот я поставлю вот такие настройки и сформировать в этом случае у меня вот как вы видите изменяется вид моей оборотно-сальдовой ведомости я уже вижу что у меня 0 1 например здесь все в порядке 0 8 вот у меня есть тоже по субсчитам отражено и так далее ну и возвращаясь к тому какие счета то есть я должна проверить по-любому что у меня закрываются затратные счета то есть 20 20 26 25 44 если я торговлей занимаюсь ну видите в моем случае у меня предприятие делает вид что оно существует потому что затратных счетов у меня не было то есть вот у меня обороты за период 26 счет у меня закрыт у меня нет остаточка все хорошо я зайка и дальше меня интересует соответственно 51 счет у меня должно быть соответствие тому что идет с банковскими выписками то есть я проверяю что да все хорошо я запросила в банке сверку у меня сверка показывает ту же цифру которую я вижу в моем основном бухгалтерском регистре в оборотно-сальдовой ведомости расчеты с поставщиками и подрядчиками здесь обратите внимание у меня есть разделение на валютные счета и соответственно есть 60.01 и 60.02 точно так же 62 счет 0.01 и 0.02 то есть расчеты по авансам и обычные расчеты дальше что у меня должно быть то есть для того чтобы я с успехом закрыла год мне надо быть уверены что у меня кредитные обязательства тоже я сверила то есть взяла например выписки из банка сверка какие у меня сейчас остатки по процентам и по самим кредитным продуктам сейчас с налоговой инспекцией дела обстоят проще то есть у нас единый налоговый счет но тем не менее я проверяю все свои остатки а вот теперь с подотчетными лицами в идеале мы конечно тоже должны были бы закрыть чтобы у нас на конец года ничего не оставалось ну мало ли вот у меня небольшая дебиторская задолженность то есть мы не должны и в этом случае прошу прощения то есть я могу поподробнее посмотреть что у меня и мы с вами доходим до самого интересного до 90 счета который фактически отражает мою финансовую деятельность то есть у меня когда мы с вами сделали закрытие периода естественно должна быть реформация баланса то есть закрываются вот эти вот промежуточные счета и 91 у меня тоже должен быть закрыт то есть у него не должно быть сальдо у меня видите что-то болтается значит где-то я что-то неправильно сделала теперь в этом случае вот если я хочу что-то более подробно посмотреть то есть у меня есть дополнительные стандартные бухгалтерские отчеты но у меня есть еще один момент то есть я могу посмотреть соответствие то есть вот у меня раздел отчеты анализ по налогу на прибыль то есть это для предприятий которые работают на общем режиме отчет достаточно ну скажем так тяжеловесный но тем не менее очень информативный то есть я выбираю какую-то организацию ну вот андромеду мы мучили и теперь задаю что сформировать видите значит здесь у меня период ну период в следующий год но поскольку у меня все равно данных нет то я выбираю и у меня есть возможность проверить расходы по видам и есть еще один очень интересный отчет если вы работаете с ГОЗами то есть вот такое вот исполнение контрактов ГОЗ которое в общем-то очень удобно позволяет отследить все ли вы учли при работе с ГОЗ потому что вам нужно будет готовить отчет для например военной приемки если у вас это оборонзаказы и собственно говоря позволяет поймать на этом этапе какие-то проблемы и сверка данных оперативного и бухгалтерского учета обратите внимание налогового а оперативного и бухгалтерского учета то есть вот в моем случае у меня этот отчетчик уже сформирован выведен здесь на экран что значит оперативного и бухгалтерского это значит что у меня есть документы которые могут быть не проведены в бухгалтерском учете то есть ну по какой-то причине вот совершенно конкретно допустим сейчас у меня организация торговый дом комплексный как вы видите по пятьдесят первому счету у меня сплошные минуса чего естественно в обычной жизни не быть просто не может не может быть отрицательных остатков ни по пятьдесят первому счету ни по пятидесятому то есть касса ни по пятьдесят второму вот то есть соответственно у меня здесь что-то сильно не в порядке значит я должна сюда вернуться и посмотреть где же я так накосячила что у меня минуса такие что сидишь и нолики считаешь сколько же здесь миллионов или миллиардов и еще один сервис на который хотел бы обратить ваше внимание это у нас разделы регламентированный учет это как я уже сказала поскольку у нас пятая ФСБУ затрагивает прослеживаемые товары то это сервис учет прослеживаемых товаров то есть как вы знаете у нас сейчас изменилась и счет фактура потому что мы должны указывать прослеживаемые товары стоимость прослеживаемых товаров ну естественно книга покупок книга продаж то есть вот здесь вот этот сервис в общем-то очень полезен так и раздел финансовый результат и контролинг то есть регламентированный учет мы с вами посмотрели бухгалтерский учет бухгалтерские регистры бухгалтерские стандартные отчеты и можем вот просмотреть еще регистры налогового учета то есть это практически записи по каждому регистру вы видите достаточно много то есть информацию по каждому регистру мы можем с вами подчеркнуть вот из этого раздела отчетности а вот в меню финансовые результаты контролинг у нас с вами самый важный документ это закрытие месяца то есть это рабочее место закрытие месяца если мы все проверили перед этим посмотрели что у нас нормально закрываются все счета предыдущего периода то есть например предыдущего месяца что месяц закрыт без ошибок то мы можем спокойно запускать уже закрытие периода как вы видите формируется вот такой отчет и обратите внимание вот на что то есть если раньше например в бухгалтериях для закрытия месяца необходим был монопольный доступ то здесь закрытие месяца может происходить в коновом режиме то есть ваши коллеги могут работать дальше а закрытие месяца будет происходить ну естественно важно чтобы они работали в других периодах а не в том который закрывается и вот здесь вот у нас с вами есть окончательное закрытие есть предварительное закрытие для чего используется то есть предварительное закрытие если вы хотите на скидку прикинуть например финансовый результат за квартал у вас есть там какие-то еще непроведенные документы вы хотите посмотреть на предварительный приговор то в этом случае выбирают предварительное закрытие естественно когда мы с вами говорим о настройке о закрытии года то мы выбираем окончательное закрытие А в чем разница? При предварительном закрытии не выполняется пересчет себестоимости, то есть берется себестоимость по тем ценам, которые сформировались на момент проведения документа. Когда мы с вами выбираем окончательное закрытие, в этом случае программа пересчитывает себестоимость уже с учетом всех введенных документов, и тогда получается выполнение всех регламентных операций уже с пересчитанной себестоимостью, с пересчитанными данными по готовой продукции, ну, соответственно, резервами и всем остальным. То есть я нажимаю выполнить операцию, при этом у меня происходит формирование в таком порядке. Очень удобно, как вы знаете, что такие комментарии, то есть если, например, у нас амортизация, если я что-то задала неправильно в карточке основного средства, то у меня будет ошибка, и, соответственно, я смогу подробнее посмотреть, где я накосячила, что я задала неправильно. Второе. Либо главного бухгалтера, либо того, кто работает с рекламентированной отчетностью, сводится к очень трудоемкой операции. Это выбрать окончательное закрытие или предварительное, выбрать период и выбрать организации, которые будут участвовать в процедуре закрытия. То есть я недосмотрела, нажала по всем организациям, значит, по всем моим юрлицам будет производиться эта операция. Но, к сожалению, вот это будет долго формироваться. Мы сделаем вот так. То есть я еще раз возвращаюсь к финансовым результатам контроллинг. И зачем я, собственно, сюда вернулась? Кроме того, что посмотреть закрытие месяца. Здесь мне еще хотелось сказать вам про сервисы. То есть у нас дополнительные есть справки расчеты по дисконтированию. И здесь у нас с вами есть еще сервисы дополнительные. Если, допустим, у вас есть обособленные подразделения, то в этом случае вы можете консолидировать отчетность по НДС в разрезе уже вашего, например, головного предприятия с учетом данных по этим дополнительным подразделениям. И еще один отчет, который у нас находится в финансовом результате и контроллинге, и который обязательно надо запустить до закрытия года. В принципе, вы его должны были запускать немножко раньше, когда вы формировали отчетность по НДС. Но поскольку отчетность по НДС у нас с вами к этому периоду уже сдана, то немножко, так сказать, в 20 лет. То есть это у нас помощник по учету НДС. Это очень удобный сервис, и он показывает, собственно говоря, тоже, как вы видите, административные больше, наверное, данные. То есть полноту выставления счетов фактур. Может, вы где-то что-то пропустили. Вот здесь вот есть важный момент. То есть если, например, вы не являетесь плательщиком НДС. Ну, вы выставили реализацию, и вдруг у вас появилась реализация две колоночки НДС, ставка НДС и сумма НДС. Что в этом случае происходит? В этом случае программа вам считает НДС. Он попадет во все документы. То есть вы сможете сформировать счет фактуры и так далее. И программа будет считать, что вы заплатили этот НДС. То есть вы должны будете его заплатить налоговую инспекцию и подать декларацию. А вся проблема связана с тем, что вы выбрали не тот вид цен. То есть когда вы создавали цену для товара, который в этом документе отражен, вы проставили флажок, чекбокс, цена включает НДС. Поэтому у вас появились колоночки по учету НДС. А поскольку появились колоночки, появилась обязанность уплатить в бюджет начисленный НДС и подать сведения. То есть нужно быть очень внимательными и аккуратными при создании цен. И смотреть на чекбокс, который у вас отражает учет НДС в составе цены. То есть программа к этому относится критически и показывает, естественно, вам все, что вы должны, что вы должны, как земля колхозы. И операции по ВЭД. Обратите внимание, у нас есть еще раздел «Прочие операции в помощнике по учету НДС». И вот здесь вот нужно тоже быть очень аккуратным. То есть «Прочие операции» — это ручные записи. То есть если я при формировании книги покупок, книги продаж и, соответственно, декларации по НДС, вдруг обнаружила, что у меня что-то где-то пропущено. То есть, например, нет каких-то записей. То есть есть операции с НДС, есть, например, при сверке с налоговой инспекцией, это зарегистрирован документ, а у меня его нет, и я что-то накосячила, ну, совершенно круто, то я могу сделать ручную запись в книге продаж или в книге покупок. Но при этом у меня сохраняется ошибка, и запись я эту сделала для того, чтобы в пожарном варианте сформировать, например, книгу продаж и книгу покупок. И при закрытии года мне обязательно надо вот это все проверить, разобраться во всех записях, если они у меня есть, и сделать их правильно, потому что иначе у вас будут ошибки. Ну, и, естественно, регламентная операция. Это, если мне необходимо, то я могу запустить эти регламентные операции заново. Они у меня содержатся в списке операций, которые при закрытии месяца, при закрытии периода существуют. И, например, пересчитать распределение НДС или просмотреть отражение в регламентированном учете. К сожалению, у нас с вами уже время заканчивается. Поэтому я сейчас еще раз переключусь на слайдики наши. Вот. И еще один момент. То есть, как я уже сказала, составляем отчеты главной книги, оборотно-сальдовая ведомость, мы на этапе, когда проверяем, ну, как бы, все ли у нас готово к закрытию года. То есть, на этапе анализа бухгалтерских итогов. И проверки счетов, все ли у нас, ну, как бы, нормально должно закрыться. И нам из отчета главная книга, мы с вами его уже посмотрели, это стандартный бухгалтерский отчет. Вот, ну, главная книга, мы переходим по гиперссылке и попадаем в этот отчет. Мы проверяем соответствие главного отчета с тем, что у нас дает оборотно-сальдовая ведомость. То есть, просто проверяем записи, которые у нас сделаны. К сожалению, на этом наша встреча подошла к концу. Время наше закончилось. На самом деле, при подготовке к закрытию периода на конец года говорить еще можно много. По каждому пункту можно целый вебинар организовать. И я вернулась к самой первой нашей картинке, к самому первому слайдику, для того, чтобы напомнить вам наши контактные данные, то есть почту, телефоны. Мы будем очень рады, если вы обратитесь с любыми вопросами. В этом случае мы сможем вам предметно ответить уже касательно вашей ситуации. И будем очень рады сотрудничеству. Мы выполняем все операции, которые касаются семейства программного обеспечения 1С. Так что будем рады оказаться вам полезными. Благодарим вас за помощь, за время, которое вы нам уделили, за внимание к нашим встречам. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего вам доброго, хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!